Какие критерии величия у женщины? Рассказать об этом? Ага. Пять. Если у мужчины три, женщина богаче, у нее пять. Она должна научиться пяти ролям. Ну, вы знаете, наверное, это? Нет? Вы не слышали? Ладно, я покажу, напишу на доске. В лекции мы говорим об этом, в лекциях. Первая роль, которую она должна знать, это роль жены. Жена – это то, что контролирует разум мужа, это не женщина. Понятно, что она женщина, но роль ее здесь, жены, она напоминает как раз о цели жизни ему, зачем мы вместе и куда мы идем, чего ты должен достичь. Она двигает, продвигает его к этой цели. Напоминает ему. Это жена. А женщина, она несет другую функцию, она просто возбуждает его чувства. То есть, жена разум пробуждает, как правило, чаще всего, а женщина – чувства. Поэтому, общаясь с женщинами, мужчина теряет разум, а общаясь с женой, он не теряет разум, наоборот, разум поддерживается. То есть, общение с женой не препятствует его прогрессу, а способствует. То есть, женщина – это плохо для мужчины, а жена очень нехорошо. Вот первая роль – жена. Вторая роль нужна, когда мужчина находится в трудной ситуации. То есть, какая-то неудача в жизни, травма. Он же воин. Вот, поражение терпит человек. Беспомощный, больной, разбитый, уставший и так далее. Перед ним заботливая мать, немедленно она принимает эту роль перед ним. Вот это большое искусство, я вам скажу, для женщины – знать, как это делать, как применять вот эти роли в жизни. Вот это гибкий ее разум, она очень искусна в этих вещах. Но этому нужно учиться. Мать заботливая, она действует, как мать. Если муж разгневан, свиреп, как лев, она не должна раздражать его дальше. Потому что он может ее убить, написано в эдах. Не сомневайтесь в этом. Вы сомневаетесь в этом, потому что сейчас есть разводы, законные разводы. А если бы разводов не было, вы бы просто знали, что это чистая правда. Очень часто муж убивает свою жену. Вот почему разводы были приняты. Вот одна из главных причин была. Что в таких семьях, где нет мира, очень часто супруги убивают друг друга. Обычно жена травит мужа, такой способ находит, а муж просто убивает его чем-нибудь, бьет, режет и так далее, или зажигает заживо. Да-да-да, и это в современном мире, я знаю, я был в одной тюрьме в гостях, и там мы провели программу, большой зал был. Я не знал, что это за тюрьма, толком, и там было начальство, провели программу об уровнях сознания, и на вопросах было просто молчание, безмолвное, как в течение всей лекции, ничего не изменилось. И начальство надавило и сказало, вопросуй. Тут поднялась она рука, и голова ее упустилась вниз, и весь зал на него покосился. И сразу уже заметили, кто это был, кто поднял руку. Но вопрос он не задал, он просто попросил, а можно поговорить наедине? Да, и кто сказал еще несколько рук, да, наедине можно поговорить. И начальство разрешило мне поговорить в каком-то страшном тюремном кабинете с этими людьми наедине. И перед этим начальство сказало мне, мы здесь за дверью, если что. Я подумал, боже мой, подождите, подождите, а что может быть? Ну, говорит, это очень большие срока, это тяжелые преступления, тяжкие, это в основном убийцы. Ну, там, конечно, были экземпляры. Несколько человек были обычные, они убили своих жен. Три человека. К ряду приходили, и мне сразу с пророга говорили одно и то же. Я не убивал. То есть для них это важно очень, они говорят, я не убивал. А я вообще не мог понять, о чем он говорит, и почему он мне это говорит, я же не судья, я просто пришел лекцию прочитать. Но у них это все в душе болит, понимаете, они сидят же, они же думают, они же страдают, он говорит, я не убивал. Ну, а, бывает, бывает такое, что человек не убивал, а в тюрьме сидит, ну, а кто убивал? И он рассказал, как они с женой чистили картошку двадцать лет с лишним вместе. Ну, когда готовят, они чистили картошку вместе, и ругались двадцать лет, потому что она чисти толсто очень, а он тонко. Вот вы смеетесь, а в семье вот это вот может большой проблемой быть. И через двадцать лет очередного скандала, зачистка картошки, я ударил его в живот, а в руке оказался нож. Я не убивал, говорит. То есть это не аффектно произошло, он не планировал никакого убийства, просто вот его раздражение, его гнев, через двадцать лет это вылилось вот в такую историю. Ну, ладно, с ним разобрались, ну, что-то ему там сказал, он ушел. Приходит другой из порога, говорит, я не убивал. Ага, понятно, почерк один к одному. Та же самая психология, точь-точь, убийцы все думают, что они не убивали. Сжег заживо жену, бензину обрил и поджег, все, живу факел сделал. Это вам примеры того, как они живут семейной жизнью и постепенно накапливаются вот эти негативные вещи. Например, жена говорит что-то неприятное, муж увидит, что ему неприятно и продолжает это говорить. Вот поэтому веды говорят, этого не делайте, то перед ним будет сразу же, если муж раздражен, обижен или в гнев впадает в ярость. Мужчина опасен гневе, потому что у него чувства устранятся. Они потом вернутся, но будет уже поздно, когда он сделает поступок какой-то. Поэтому мужчина способен убить жену, написанное в ведах. И чем сильнее любит, тем больше опасность в гневе это сделать. Поэтому здесь он должен стать послушной дочерью. Перед ним дочь. Если вы этим трех вещам научитесь, дорогие женщины, ваша семья уже не распадется. Мужчина просто не сможет никогда вас унизить или оскорбить, если увидит вас в этих трех ролях. Это невозможно будет. Вот даже когда он уже замахнулся, чтобы вас убить на месте, и вы прирутились в послушную дочь, он просто рассыпется. Он будет не знать, что делать. У него все меняется. Это очень интересный фактор. Но еще две вещи. Также жена женщины не должна быть требовательна к мужу. Должна быть удовлетворенная, как сестра. Это написано. Сестра довольна любым вниманием брата. Любое внимание брата и сестра никогда не будут требовать чего-то большего. Она всегда будет счастлива. У меня есть сестра, я знаю об этом. Я однажды поздравлял с днем рождения. Я забыл, на самом деле, меня мать послала поздравлять с днем рождения. Я младший, поэтому я помнил только свой день рождения, больше нечаян. Мать меня отругала, говорит, ты эгоист, иди поздравляй сестру. У нее день рождения сегодня. Я пошел, думаю, а что подарить? Она говорит, ну сам думай. Ну, у меня же ничего нет. Согласны же? Ну, спросите, у вас что-то есть? Ничего же нет. Правда же? На подарок? Нет, простите. Ничего нет. Поэтому я не знаю, что сестре подарить. Посмотрел. Ну, ничего нет, понимаете? Ничего. Пусто вообще. И нашел обгрызанную ручку школьную, шариковую. Обгрызанную такую, знаете. Вот, хороший подарок. И пришел и говорит, поздравляю тебя, дорогая сестра. С днем рождения. От всего сердца я подарил. И что самое удивительное, она на дне рождения, она показывала эту ручку и гордила. Говорит, брат подарил, смотрите. Она была довольна. Это сестра. И пятая категория, которая так важной кажется многим людям, это роль любовницы. Это тоже имеет место, быть между супругами. Эти пять ролей, какие из них наиболее важны, как вы думаете? Я скажу одну вещь. Сейчас у нас вот этот блок из трех сильно ослаблит, либо вообще может отсутствовать. Остается первое, это значит долг в форме денег, зарабатывай, зарабатывай, зарабатывай. И любовница. Секс, деньги. Секс, деньги. Эта семья называется современная. Роль женщины сейчас распространена вот в этих двух категориях. В форме того, что она хочет, требует денег больше от мужа и удовлетворение чувств. Эти три вещи ослаблены из-за пропаганды западной, сексуальной, вот эта материнская, дочерняя, сестринская, очень слабая энергия сейчас у женщин достали. Их нужно усилить и семьи окрепнут. Это великая женщина, которая знает все пять ролей. От такой женщины муж не уходит, написано.